Еще один раунд переговоров о мирном урегулировании в секторе Газа обернулся провалом. Израиль отказался от встречного плана Хамас по прекращению боевых действий на территории Газа. В своем заявлении премьер-министр Нетаньяху отметил, что остановить мир возможно только с помощью продолжения военной операции. «И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нет иного решения, кроме полной победы. Если Хамас выживет в Газе, то это лишь вопрос времени до следующей резни. И тогда ось зла в лице Ирана и его ставленников продолжит свою кампанию убийств и агрессии без перерыва. Только полная победа позволит нам восстановить безопасность в Израиле как на севере, так и на юге». Хамас предложил поэтапную сделку, результатом которой должно было стать полное прекращение огня. С деталями плана ознакомилось агентство Reuters. Сделка предполагала три этапа по 45 дней. В рамках первого этапа Хамас предложил освобождение некоторых израильских заложников. В их число входили женщины, мужчины до 19 лет, а также пожилые люди и лица, имеющие заболевания. В рамках ответного обмена предполагалось освобождение палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Израильские войска должны были быть выведены из населенных районов сектора Газа. Второй этап предполагал обмен оставшихся израильских заложников мужчин на палестинских заключенных. В рамках этого этапа, то есть уже через три месяца, израильские войска должны были полностью покинуть территорию Газа. На третьем этапе должен был состояться обмен сторон, останками и телами погибших. На отказ израильского премьер-министра официально отреагировал представитель Хамас, отметив, что такие заявления только подтверждают антигуманные цели военной операции в Газе. «Что касается заявлений Нетаньяху, мы считаем, что он пытается справиться со своим кризисом. Он страдает от кризиса в своём правительстве, в действиях своей армии на своих улицах и пытается показать, что это не так. В любом случае, его настойчивость в продолжении агрессии только подтверждает, что цель вторжения в Газу – геноцид палестинского народа». Нетаньяху объявил о невозможности остановки боевых действий, несмотря на продолжительный визит в страну госсекретаря США. Энтони Блинкин находился в Израиле с целью найти точки соприкосновения для скорейшего прекращения огня. После обсуждения плана Хамас с израильским правительством, госсекретарь отметил, что с рядом оговорок это может стать началом долгожданных переговоров. «Я могу сказать, что несмотря на то, что в ответе Хамаса есть несколько явно невыполнимых пунктов, мы считаем, что он создаёт пространство для достижения соглашения». Главным спорным вопросом плана Хамас является продолжение нахождения группировки на территории сектора Газа. Эксперты отмечают, что на текущем этапе конфликта Нетаньяху уже не может себе позволить реализовать предложенный план. Даже когда на кону стоят в жизни тысяч людей с обеих сторон. «Учитывая то, что он говорил в последние 115 или около того дней, Нетаньяху занял очень жёсткую позицию в отношении продолжающегося присутствия Хамас в Газе. И отступить от этой позиции, отказаться от своих слов о том, что они не могут представить себе Газу в будущем с присутствием Хамас, было бы для него немыслимо. И это будет иметь серьёзные последствия для его политического рейтинга в самом Израиле, так что для него многое поставлено на карту». Мирные жители с обеих сторон ожидают прекращения огня. Последнее и единственное гуманитарное перемирие продлилось семь дней и закончилось уже более двух месяцев назад. Однако настойчивые требования премьер-министра Израиля по поводу выведения Хамас с территории Газы не вселяют экспертам оптимизма. По их мнению, пока у этих переговоров нет перспективы. Продолжение следует...